Актюбинские фанаты В моменты, когда мяч оказывался у Дидара Жалмукана и Абата Аимбетова Которые играли на родном поле Тем не менее, уже в первой игре и на первых минутах Представители Туманного Альбиона огорчили наших болельщиков Когда точным ударом смог отметиться Демарай Грей Конечно же, казахстанцы попытались провести несколько контратак Но в завершающей стадии их подвела реализация Того же мнения придерживалось и большинство болельщиков Тем не менее, надежда на реванш в игре с норвежцами оставалась Матч, да, неплохой, но атака очень плохая у нас, если честно А в начале гол пропустили просто по пустякам Там просто такая атака, один нападающий был, они ничего не могли с ним сделать Ничего нам не хватает Точности Нам не хватает точности До конца должны доигрывать Они мяч один раз ударили, все, назад отбегают До конца надо играть Матч был хорошим, хоть и закончился со счетом 0-1 С норвежцами теперь бог даст, отыграемся Вторил им и главный тренер молодежки Вахид Масудов считал, что в отличие от англичан, норвежцев наша молодая гвардия одолеть вполне сможет Сборная Англии очень обученная команда, хорошее движение Видно, что там люди играют в таких клубах, безусловно А у нас сейчас большинство из-за лимита ребят практически не попадают в основные составы Цель была забрать очки в этой игре у англичан Ну а Норвегии будем сейчас дадим немножко передохнуть Ребята, мы будем думать Тренерский штаб уже как бы так просмотрели Мы игры и Норвегии Там все, безусловно, я говорю Там все команды уже как бы далеко вперед ушли И нам надо догонять Я думаю, что это не сборная Англии С ней можно играть уже по-другому Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутроид в интервью после победы отметил, что команда готовилась к матчу очень серьезно и игра с казахстанцами для них не была проходной Мы знали, что два последних матча с Казахстаном и Боснией и Герцеговиной это финалы Поэтому подготовились к ним должным образом Мы показали хорошую игру, но нужно работать над реализацией Впрочем, я доволен и просто победой Такой же результат меня устроит и в последнем матче Нужно достойно закончить эту кампанию Но несмотря на заверение Вахида Масудова, хорошую оценку игры казахстанцев, англичанами и надежды болельщиков Наша молодежная сборная 11 октября проиграла Норвегии 0-3 Все голы были забиты во втором тайме Дублем отметился полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор Автором еще одного гола стал форвард гостей Гаяз Захид По мнению главного наставника казахстанской молодежки Вахида Масудова Если первый гол можно отнести на счет мастерства восходящей звезды норвежской сборной И легионера мадридского Реала То два последующих пропущенных мяча практически полностью лежат на совести наших игроков Первый гол чисто по игре был Индивидуальное мастерство, конечно, Эдегора там все решила А два других гола, когда Тулиев отдает передачу на центральному защитнику Рудосельскому Перехват идет и решается вопрос Это просто уже две ошибки наши, чисто игрового характера Там ничего не было сложного, казалось бы, там игра и работай вперед эти мячи И все, нету проблемы Тем более там такая передача была неудобная И Рудосельский не успевал, а успел как раз норвежский нападающий Который решил эти эпизоды Как позже признался главный тренер казахстанской молодежки Вахит Масудов Команда проиграла из-за того, что футболисты жалеют себя и не хотят работать в полную силу Скоростные перемещения, комбинационные Потому что все делается, там прием, уход делается не на месте Все останавливается, а все делается в движении Потом успевают все время дополнять друг друга Успевают помогать партнеру Ну и конечно, слишком много проигранных единоборств у нас В этом такая, как бы Не то, что не дорабатываем Наверное, где-то свежее Жалеют, наверное, футболисты себя Это четко видно мне, допустим В свою очередь, норвежский наставник Лейв Гунар Смерут отметил замечательную организацию матча Активную поддержку болельщиками родной команды И довольно сильную игру казахстанской молодежки Команда хорошо организована Повторяется, каждый игрок трудился на поле Играл от чистого сердца И он очень отмечает туда организацию контр-атак нашей сборной В то же время, если после проигрыша с англичанами у наших болельщиков Еще оставались надежды на положительный исход противостояния со скандинавами И многие из них горячо поддерживали отечественную команду То разгромное поражение на этот раз, конечно же, сказалось на настроении зрителей Звучали упреки в адрес игроков и главного тренера Они не умеют играть, они мяч получают Раз бы пнул от себя, как будто он неответственный И вот такая игра получается Такой собранной игры нет Хоть и Масудов кто-то тренирует Никакой игры нет Сложная игра была Жалко, что они взяли три очка Но хотя бы заодно могли побороться Были моменты, когда могли и забить даже Психологически подсели немножко, начали садиться, садиться и забили Ну и после этого игра посыпалась А так второй тайм лучше, конечно Второй тайм лучше, чем три тайма с Англией и первый тайм с Норвекией Жаль, конечно Надеемся на следующие победы Мне понравился очень матч Плохо сыграли наши, могли бы получше Первые шансы не использовали Здесь все Чего не хватает? Опыта, опыта Мне кажется, слаженности тоже нужна Чего плохо, что проиграли? А чего не хватает нашей команде, по вашему мнению? Наверное, физики Скорее всего Потому что наших прям почти пешком обгоняют Это не игра В результате прошедших игр с 20 очками Англичане стали победителями девятой группы И прошли в следующий раунд квалификации Казахстан занял в группе только предпоследнее место А ожидаемого праздника, футбола и долгожданных побед нашей молодежки Мы так и не увидели На этом все Предлагайте свои темы для следующих выпусков Наши телефоны на ваших экранах До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин